Хотели бы показать, как мы консультируем своих пациентов. Перед операцией, особенно перед ринопластикой, я очень детально разбираю анатомию носа с пациентом. Я объясняю возможности операции, я слушаю пожелания пациента и говорю, что целесообразно, что нецелесообразно. И таким образом пациент на входе перед операцией должен понимать, какой нос в конечном итоге он получит, чтобы и пациент, и врач услышали друг друга. Чтобы потом не было, что я хотел это, а вы мне сделали это. Для хирурга такие термины, как красивый, чтобы мне шел, он вообще не работает. Я должна точно понимать, что хочет пациент. Поэтому мы распечатали фотографию, пациентку в анфас и в профиль. И во время консультации я буду апеллировать терминами, которые должны быть понятны и самому пациенту, и, наверное, тем, кто сейчас нас будет служить. Есть такие понятия в анатомии носа, как длина, ширина и проекция. Длина носа – это расстояние от точки в области корня между глазами до кончика. Длина носа определяет угол. Чем острее угол между кожной частью перегородки и губой, тем длиннее нос. Соответственно, если у нас кончик приподнятый, то тогда угол у нас увеличивается. Это длина носа. Ширина носа мы отдельно рассматриваем в области основания носа, в области костной пиробины и ширина в области концевого отдела носа, либо крыльев. И ширина кончика. И еще в профиль мы такие параметры должны учитывать как проекция. Это точка от кончика носа до основания крыльев. Вот эта высота называется проекция. И в целом высота спинки. Что я вижу в данной пациентке в профиль? Это горбатый нос. Это заниженная проекция. То есть относительно спинки кончик низкий. Очень толстая кожа, которая вносит свои определенные нюансы в плане операции. И в том результате, который мы получим сразу на операционном столе, потом после и в отдаленном периоде. Толстая кожа вносит большие коррективы. Сейчас мы это все будем обсуждать. В анфас я вижу поломанную кривую перегородку. Была травма. Мы видим перегородку, которая выглядывает из правой ноздри. На компьютерной томографии мы распечатали. Посмотрели у нас костный ширп перегородки. И гипотрофия нижних носовых раковин. И была средняя раковина слева. Когда мы планируем с пациенткой, вот она, как я высказала, пожелание, чтобы занизить спинку, убрать костно-хрящевую горбину и вот эту высоту концевого отдела носа проекцию уменьшить. То есть крылья у нас жирные, так условно говоря, и такие вот мясистые. Соответственно, вот эту вот часть хочется подобрать, но чтобы нос не был широкий после операции. Во время разговора и в мимике концевой отдел носа подвижный. Это говорит о том, что кончик мышца, отвечающая за подвижность кончика, и верхняя губа соединены. Мы должны это разобщить. Что требуется от хирурга? Во-первых, нужно сделать пластику перегородки, септопластику, убрать костный шип, выровнять перегородку. Перегородка выравнивается не только за счет, вернее, ось носа выравнивается не только за счет перегородки, за счет хряща, но и за счет костных носовых костей. Потому что если кости не поломать и не выставить их в правильное положение, никогда серединная линия не будет прямой. На срединную линию влияет еще также нарушение прикуса, которое является следствием неправильного развития верхней челюсти, правой и левой половины. Так, что мы еще имеем? Поскольку пациентки, все отделы лица примерно одинаковые, это очень хорошо, удлиненное лицо, пациентке короткий, сдернутый нос не подойдет. Поэтому угол мы между кончиком и верхней губой менять не будем. Мы уберем горбину, мы выставим в серединное положение, мы занизим спинку носа. Это очень важно, и пациентка должна это понимать. На операционном столе перепад между спинкой и кончиком будет большой. Он будет больше, чем один сантиметр. Где-то 1,2-1,3. Это для чего делается? Вот я сейчас нарисовала профиль, и хочу объяснить. Многие недопонимают, почему нос сдернут. Потому что вот я нарисовала то, к чему мы будем стремиться, когда кончик должен возвышаться над спинкой. Представим, что это холм, и кожа как лавина. Когда лавина спускается, она должна получить переграду перед возвышением. Если у нас не будет вот этого перепада вниз и кверху, то у нас вот в этой надкончиковой зоне кожа спустится, весь массив кожи спустится к надкончиковой зоне, к кончику. И здесь будет такой конгломерат, как лев попуга. И когда точка максимального возвышения выше, а сам кончик ниже. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы был сильный перепад между кончиком и спинкой. В последующем, когда пройдет отек, когда здесь будет рубцевание, кожа примет свое положение, этот нос может сравняться. Так, мы немножко подберем основание крыльев носа. Поскольку здесь толстая кожа и слабые хрящи, а это я вижу, сделайте резкий вдох. Да, еще, еще, да. Идет перелипание. Если мы здесь не укрепим наружный клапан, вот эти вот узкие ноздри, они не станут еще уже. И что мне еще не нравится? Поверните, пожалуйста, в профиль. Мне не нравится, что здесь крыло носа практически перекрывает перегородку. И если бы мы дали бы ротацию кончика чуть кверху, крылья еще больше опустятся. Поэтому мне кажется, что крыло надо чуть-чуть вот так поднять. Красивый нос – это когда внизу перегородка, а вот этот крыльный изгиб идет кверху. Сам купол мы оставляем квадратный, он хороший. Форма ноздрей тоже хорошая. Ну, собственно говоря, наверное, и все. Вы согласны с нашим планом? Главное, чтобы пациент нас услышал и был согласен. Когда нет договоренности, после операции пациент начинает себя рассматривать и сам не понимает, что он хотел. Он иногда на входе не понимает, что он хочет. Поэтому нельзя брать пациента молча в операционную, оперировать по личному усмотрению, а потом задним числом объясняться. Потому что все, что сказано потом, это выглядит как оправдание. Да? Типа видео будет мне в оправдании. Всем будет в оправдании. Не только вам и нам. Вот когда пациентка-улыбатель говорит, кончик опускается к низу. И если не выдержать вот это соотношение между кончиком и спинкой, это будет еще хуже, чем сейчас. Поэтому… Мне такое не надо. Не надо. А нам как не надо. Зачем нам портить отношения друг с другом? Поэтому сразу после операции у нее будет приподнятый кончик, резкий перепад, но это потом снивелевывается. Даже если я сильно захочу, чтобы этот нос был вздернутый, такая толщина кожи предполагает, что нужно очень сильно занижать спинку. Сильное занижение спинки переводит к тому, что нос кажется ниже и шире. В общем, ринопластика – это самая сложная эстетическая операция. Вот когда я делаю блефропластику, я вообще не готовлюсь. И мало что обсуждаю. Есть складка, есть грыжи. Убираем складку, убираем грыжи. И глаза приобретают молодой, сияющий взгляд. А с носом не так. Так что мы вас ждем. И мы все пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok